Продолжается работа и по решению насущных проблем населения в ходе организуемых общественных приемов на местах. Вопросы самые разнообразные. Рабочей группой изучаются проблемы с выделением земельных участков, жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства, получением необходимых документов и многое другое. О том, как этот процесс проходит в Каркалпаксане и в Новоиской области, материал программы. Поскольку селение Жаслык в Кунградском районе является одним из наиболее удаленных от центра и густонаселенных районов, его жители сталкиваются со многими экономическими и социальными проблемами. В поселке, расположенном в 300 километрах от центра Каркалпакстана города Нукус, проживает более 4000 человек. И именно их проблемы и вопросы были в центре внимания выездного приема председателя Жокарки Кенеса Республики Каркалпакстан. Анализ обращений жителей Жаслыка выявил прежде всего необходимость в улучшении работы систем газа, электро и водоснабжения, организации работы учреждений сферы здравоохранения в удобном для людей формате и пусть в малой степени, но существовании вопросов занятости. Часть проблем была решена в ходе приема, те же, которые требуют проработки, взяты под контроль, а заявителям даны юридические обоснования. Моя невестка сидела без работы, у нее есть диплом, образование педагогическое. Ответственный за данную сферу руководитель дал ей работу воспитательнице в детском саду. Мы живем в 175 километрах от центра Кунградского района. Многие наши девушки работают на ставках 0,75-0,25 на полставки, например. Я обратилась с просьбой об увеличении их рабочих ставок. Спасибо, обещали помочь. За каждым обращением судьба человека. И в данном контексте особое внимание уделили рассмотрению каждого обращения в установленном порядке и своевременно. Участие руководителей соответствующих сфер во встречах и прямые контакты с заявителями повышают доверие общественности к деятельности приемов. Такая масштабная работа имеет большое значение, а формат диалога нацелен на обеспечение интересов людей. Около 300 жителей Хатарчи, Карманы и города Новои остались удовлетворены результатами работы выездного приема руководителя первого сектора Хакима области. Диалог состоялся в парке культуры и отдыха Хатарчинского района. Он был нацелен на повышение правовой и медицинской культуры населения, обучение эффективного использования приусадебными участками, развитие предпринимательства и привитие навыков здорового образа жизни. На приеме были выслушаны социально-бытовые проблемы жителей и на месте с привлечением специалистов государственных и общественных организаций, должностных лиц предприняты меры по их устранению. Большую часть нареканий вызвали такие вопросы, как электроснабжение, ремонт внутренних дорог, жилье, здравоохранение, социальная реабилитация, оказание коммунальных услуг, обеспечение питьевой водой. Каждое обращение обсудили детально, определили ответственных за ее решение лиц. У нас проблема с трансформатором. Он рассчитан на определенную мощность, но присоединение других точек он уже не может обеспечить. Обещали решить в течение трех дней. Еще была проблема с дорогами. Мы высказали свои нужды на выездном приеме. Хаким обещал решить их. Стоит отметить, в Хатарчинском районе проводится адресная работа по расширению охвата детей дошкольным образованием. Однако возможностей пока создано недостаточно. В частности, количество доу, функционирующих здесь, посещают только 30% детей. В ходе встречи люди высказывали предложение по созданию дошкольных образовательных учреждений в Махалях и по ремонту в существующих. Говоря о занятости населения, была высказана необходимость эффективного использования льготных кредитов, выдаваемых в рамках программы «Каждая семья – предприниматель». Даны рекомендации по ее применению. В рамках мероприятия агентством госуслуг вопросы граждан решались здесь же на месте, а представленные местными предприятиями на ярмарке вакансий рабочие места способствовали трудоустройству жителей. Коммерческие банки и другие организации также приняли активное участие во встрече. Презентованные ими услуги пригодятся тем, кто хочет начать семейный бизнес. Подобные встречи проводятся во всех районах и городах Новоийской области.